Друзья мои, доброе утро! Всем привет и добро пожаловать на канал! Мы с вами начинаем новый влог. Я попью свой волшебный напиток, который не кофе, а цикорий. К сожалению, у меня закончилось молоко, которое не молоко. Нужно сегодня, кстати, съездить за продуктами, кое-что прикупить, в том числе молоко, не молоко. Я попробую взять рисовое, которое вы мне рекомендовали. Ну, а сейчас я попью цикорий и буду собираться. Покажу вам немножко по косметике декоративной, которую я люблю. Вы меня спрашивали, с которой я делаю свой ежедневный минимальный, к слову, макияж. Я вам ее покажу. Так что, что, мои дорогие, желаю вам приятного просмотра и хорошего дня! Я, как и обещала вам, хочу показать некоторые свои косметические средства. Там, кстати, шапка вяжется из декоративной косметики. Ну, во-первых, у меня есть вот такая косметичка. Я не знаю, если я найду ссылку, я смогу вам ее оставить, потому что эта вещь безумно удобная. Я брала ее с собой с какие-то поездки. И так вот сейчас она меня очень-очень сильно выручает. Так вроде смотришь на нее, это какой-то маленький совсем небольшой чемоданчик. Но по факту в нее вмещается просто целая жизнь. Это заказ был с китайского сайта. Если я найду что-то подобное, я оставлю, но обещать не буду. Смотрите. Вот таким вот образом эта штука раскладывается. Смотрите, да, то есть в путешествиях, что удобно, вы ее на крючок повесили, да, когда вам она не нужна, вы ее сложили, и у вас компактный такой небольшой чемоданчик, который в основной чемодан очень удобно вмещается. И здесь есть несколько отделений. Как вы видите, у меня заполнены они. И давайте что? Давайте, наверное, я вам покажу те средства, которыми я пользуюсь буквально каждый день. Но их сразу, должна сказать, не очень много. То есть сейчас у меня все это по минимуму. Во-первых, мне не интересно, нет желания, знаете, делать какой-то сложный и долгий макияж, да и не зачем, по большому счету. Поэтому да. Так, вот они все основные средства. Так, я даже, честно говоря, вот у меня здесь румяна есть. Это у меня что, клоранс? Но я ими даже не пользуюсь, собственно говоря. Но здесь много чего есть. Я, конечно, взяла с собой больше, чем мне, по идее, может понадобиться, да, но на всякий случай, потому что, ну, аналоги, что может пригодиться, правда? Так, из основного, девочки, смотрим. Главное мое сейчас на данный момент тональное средство – это вот этот BB крем от L'Oreal. Вот его оттенок. Смотрите, medium light, hell, be smitted, что-то там. Вот таким вот образом выглядит. Попробовала его год, наверное, назад, когда была с подругой в Сочи. Попробовала у нее, и мне очень-очень понравилось, так как у меня кожа нормальная, склонная к жирности. Опять же, у меня это напрямую связано с питанием, да, что покушаешь, так кожа твоя и ответит. Мне проблематично подбирать вообще такие средства, потому что кожа склонна к жирности, да, и я такие вещи не люблю. Многие тональные средства мне просто не подходят из-за этого. Вот здесь же замечательное средство, которое, во-первых, не видно на лице вообще. Оно классно превращается, знаете, в какое-то такое покрытие незаметное, но при этом оно маскирует. Конечно, каких-то прям жестких траблов на лице оно не спрячет, но при этом маскирует недостатки и выравнивает тон лица. За это я его очень люблю, мне прям нравится. Девочки, однозначно могу советовать. У меня оттенок вот такой, как я вам уже сказала. Это прям моя любимка, я пользуюсь, и уже это не первая упаковка. Если говорить по стоимости, то он стоит где-то, наверное, рублей 600-700 и продается, мне кажется, в любом магазине, но в интернет-магазине так уж тем более. Дальше. Вот это вот средство я вам показывала. Это и уход, и часто бывает, что мне пишете, Таня, что у тебя на губах? Что у тебя на губах? А у меня иногда на губах ничего. Только вот это средство и больше ничего. То есть это бальзам для губ от Pure Pao Pao. Обожаю их. У меня, кажется, это арбузик, что-то такое. Классные средства. Можно и на кутикулу, и на губы, и на любой укус. Короче, крутая вещь вообще. Дальше. Из того, чем пользуюсь сейчас, да, тоже уже не первая упаковка, которую я заказываю, не первая тушь. Это тушь от Faberlic Glammore. Нет, Glammore, да? Да. Очень крутая здесь силиконовая щеточка. Она делает очень насыщенные такие, как это часто говорили блогеры, драматичные ресницы. Мне она этим очень сильно нравится. Действительно, я люблю, когда ресницы яркие, когда ресницы густо прокрашены. Эта тушь именно это и делает. Заказываю, как я сказала, уже второй раз. И думаю, что закажу еще, когда это станет заканчиваться. Дальше. Обязательно я использую вот такой карандаш Каял от Люкс Визаж. У меня в коричневом оттенке. Тоже я его люблю. Это белорусская косметика для тех, кто не знает. Им я сейчас пользуюсь с большим удовольствием. Нравится мне очень-очень. Так, дальше. Для бровей помадка. Это, по-моему, арт-деко. Вот так она выглядит. Ну, уже тоже она скоро у меня станет подсыхать, наверное. Вот таким вот образом выглядит коричневая. Красивый цвет для подводки бровей, для того, чтобы... Ну, здесь, кстати, можно с ней играть по-разному. Я ее и в качестве подводки для стрелок использовала. Также для того, чтобы сделать более насыщенными бровки. Хорошая. Нравится мне. Да, это арт-деко. Покупала я ее или в Литуале, или в Ревгош. Не помню. В каком-то таком магазине. Так. Дальше. Еще у меня есть вот такой бальзамчик для губ от Clorans. Какой у меня оттенок здесь? Lip Perfector. Оттенок 0,2. Вот такой персиковый тоже. Я его частенько использую. Так. И надо сейчас еще вам помаду белорусскую показать. Забыла ее, да? И еще вот эти тени мне нравятся. Вообще, эта палетка для бровей. Но я ее использую в основном для глаз, так как я люблю делать растушеванные стрелочки. То есть иногда четкие, иногда растушеванные. Вот когда растушеванные, то это... Вот эта палетка может быть от Faberlic. Вот так она выглядит. И здесь у нас какой-то он... Какой здесь тон? Не знаю, где он написан. Но артикул в любом случае... Вот он. 57, 38. Так. И еще одна помада. Вот она. Вот она. Вот она. Которую тоже вы часто спрашиваете. Если она есть у меня на губах, это такой вроде бы и яркий, но и не очень такой крышесносный оттенок. Оттенок 28, девочки. Вот он. Это Luxe Visage Pin-Up Ultramat. Жидкая, стойкая матовая помада. Классная. Мне она нравится. И в чем здесь главный прикол? Ее можно наносить плотным слоем, а можно немного растушевать пальчиком. И тогда у вас не будет очень ярких таких, знаете, с четкими, жесткими границами губ. Тоже классно смотрится. Люблю ее. Мне нравится. Вот, девочки. Вот из основного это, пожалуй, и все. Больше практически ничем я сейчас не пользуюсь. Вот, девочки. Вот такая вот история. А вы думали, что? Вы думали, тут чемодан? Нет. Все вот так. Слушайте, у нас такой ветер. Я не знаю. Возможно, даже в кадре будет слышно. Я сейчас собираюсь поехать за продуктами. Мне нужно. Нужно в аптеку заскочить. И смотрите, что хочу сказать. Шальта готова. Все. Пушистик готов. Пушистик постиран. Смотрите, какая она пушистая. У меня синяк на руке. Класс. Вот. Замечательная штучка. Готова. Прошла влажно-тепловую обработку. И в ближайшее время будет отправляться своей владелице. Посмотрите, какая она пушистенькая, да? Я надеюсь, вам видно. Смотрите, какая прелесть. Очень нежная. Очень такая она получилась. Прям невесомая. Но я думаю, что 100% очень-очень тепленькая. Потому что состав, конечно, очень классный. Ой, вообще так классно. Мне нравится, как выглядит сейчас в кадре. И цвет очень красивый. Классно сочетается с серым, с белым, с черным. Ну, в общем-то, вот. Вот она моя работа. И она готова. Я очень довольна, рада. Шикарно получилось. Хороший размер. Классное качество. Отлично. Буду в ближайшие дни отправлять. Так, ну что ж. Ладно, я продолжаю по-быстрому собираться. И уже двигайте, в общем-то, дальше по своим делам. И продолжать снимать вам этот вложик. Так что продолжайте смотреть. Приятного просмотра. Ну что, девочки. Мы с вами за продуктами. Еще нужно купить мне одну здесь строительную смесь для рабочих. Вот. И что еще? Я купила краску для волос. Я вам покажу ее. Потому что тоже часто спрашиваете, что за краска, какой уход, почему волосы блестят и прочие вещи. Особенно, конечно, сейчас. Вот в данную минуту прямо волосы. Вообще. Загляденье. У нас дикий ветер. Вообще просто совершенно сумасшедший. И еще я вам хочу сказать. Вот это вот пальто сейчас я проверила. Это больно. Вот такой промежуток длительный. Ходила к магазину от машины. И ветер сильный. И я обратила внимание, что пальто не продувает. Как-то странно это все. Пока что мне очень нравится. У нас холодно. Где-то плюс 6 всего. И очень сильный ветер. Но его не продувает. Интересно. Буду заказывать. Надеюсь, что останется размер. И я закажу себе еще в светлом оттенке. Потому что мне пока что очень сильно нравится. Так. Все. Я поехала за продуктами. У меня ужасно раскалывается голова. Вот. Что куплю по продуктам, покажу вам чуточку позже. Еще вы спрашивали по поводу, как у нас обстоят дела с кемпрома. QR-кодами со всей вот этой историей. Да. У нас тоже, девочки, QR-коды введены. В заведение никуда не пускают. Как бы вот так вот. А у меня ситуация следующая. У меня должен скоро состояться прием у аллерголога. К которому я пойду с готовыми анализами. И узнаю у него по поводу возможности вообще мне делать прививку. Можно или нельзя. Потому что, ну, чтобы не было никакого неадекватного ответа иммунной системы. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Вот обстоят дела пока что. Жду приема. Жду, когда будут готовы анализы. Они еще не готовы. И уже с анализами я отправлюсь, собственно, к аллергологу. И этот вопрос... Вопрос. И этот вопрос задам в том числе. Все. Сейчас едем за продуктами. И буду потом уже, наверное, дома вам показывать, что купила. Так что, да, не переключайтесь. Так, девочки. Я сейчас еще пробегусь. Картошки здесь нету, которую я хотела. Но пройдусь. Что еще здесь есть? Слушайте, иду в магнит. А тут такое чудо. Такое чудо классное. Привет. Красота. Ты такой хороший. Только худенький почему-то. Красавчик. Или красавица. Ну, худой. Слушайте, я хотела взять еще картофель. Потому что-то он тут совсем печальный. Брать не буду. Суть в том, что вот такой вкусный. Он есть и в пятерочке, и в магните. Для жарки. Но он какой-то некрасивый. Не буду брать в этот раз. Так, а вот что мне нужно? Так это морковка. Именно вот такая немытая. Потом дома расскажу почему. Такой прикольный. Девочки, в итоге ничего не взяла. Ни картошку, ни морковку. Все очень такое уже захудаленькое, старое. Желание покупать не возникло. Морковка мятая. В смысле, мягкая. Мятая. Морковка мягкая, картошка старая. Короче, магнит не порадовал. Ничего не взяла. Поехала за строительную смесь. Когда я дома, давайте я вам сначала покажу по краске для волос, о которой вы меня все время спрашиваете. Не реклама. Вообще, вот такой вот магазин у нас есть. Называется Cosmoto Be Professional. И, как правило, там я покупаю свою краску для волос. Выглядит она вот таким вот образом. Соколор от Матрикс. Это краска, которая позволяет закрашивать седые волоски, если они у вас имеются. У меня немного, но есть. Поэтому, да. Поэтому мне нужно. Дальше у меня. Заодно я вам сейчас покажу свой пинцы покрашивания. Так, сейчас еще тут одна штучка. Вот, все. Значит, смотрите. Сама краска непосредственно. Дальше. Окислитель 6% это для корней. Как раз-таки седину закрашивает 6% окислитель. Помогает, да. Вот такой пузыречек. Кстати, сколько он стоит? 136 рублей. Дальше. Теперь 3% я делаю, знаете как, где-то раз в 2, может быть, в 3 месяца, там как получится, как захочется. Я окрашиваю волосы полностью. То есть, когда я окрашиваю полностью, я сначала окрашу седину, то есть корни. И потом уже я окрашу на вот этом, 3%. Соответственно, половина, ну там чуть-чуть меньше, чем половина краски у меня уходит на корни. Оставшаяся половина на длину. Сначала я наношу на корни. Затем уже с 3% я наношу на длину. И обязательно использую вот такой вот хромоэнергетический комплекс от Estelle. Он помогает привести волосы более-менее в божеский вид. Ну и как бы, скажем так, немножко ухаживает, закрывает кутикулу и уменьшает вредное воздействие краски, насколько я понимаю. Его я тоже наношу, но в большей степени на длину, так как она больше всего повреждена, а корни все-таки они у нас покачественнее, чем длина. А вот, вот, девочки, еще раз, какой у меня цвет. Вот, вот так выглядит название моего цвета. 506М или 506.8. Вот таким вот образом. Это мой цвет. До этого я брала 506Н Наталья, да, тоже мне нравился. Но потом я решила вот такой, чуть больше с красненькой, и тоже он мне очень сильно нравится. Вот, девочки, вот такая история с краской у меня. Так, по продуктам тоже у меня немного. Как вы понимаете, много мне, во-первых, не нужно, а во-вторых, я не все сейчас могу есть, и поэтому у меня здесь маленький список. Взяла на сей раз вот такое филе бедра от Инди Лайт на сей раз. Мне рестория. Тоже вы мне рекомендовали. В комментариях я почитала, что попробуй, Таня, вот это вот филе бедра. Ну, в общем-то, Таня взяла попробовать. Надеюсь, что понравится, потому что та индейка, которая была от ресторий, была очень даже приличная. Мне понравилось, честное слово. Она прям такая сочная получилась, и, ну, мне понравилось. Дальше взяла яблочки, хотя мне как бы не рекомендовано их есть, но тоже читала у вас комментарии, в смысле у меня ваши комментарии, что если очищать яблоки, там огурцы, ну, в принципе, все, от кожуры очищать, то вероятность аллергии уменьшается. Ну, то есть химии меньше и тому подобное. Я хочу попробовать, потому что я, насколько поняла, как мама сказала, это как раз-таки те яблоки, которые я люблю, которые внутри, как вареная картошка. Ну, я не знаю, так я трогаю, вроде бы они прям упругие такие. Надеюсь, что действительно это такие, как я люблю, ну, посмотрим. Дальше вот такие огурчики взяла, потому что огурцов я, в принципе, ем немало сейчас. Мне нравится, да и вообще. Так, огурчики. И вот оно, то самое молоко-немолоко, рисовое. Только, по-моему, вы мне писали, не знаю, о трехпроцентном, что ли, или рисовое трехпроцентное не бывает, я не знаю. В общем, я взяла вот такое, полуторапроцентное. Сейчас как раз себе сделаю цикорий и попробую на этом молоке. И скажу вам, как оно мне. И будем на этом заканчивать сегодняшний вилок. Вилок. Блок. Я попробовала это молоко в чистом виде. И могу сказать, что оно реально вкусное. Мне прям понравилось. Не знаю, может быть, знаете, как у меня вкусовые ощущения могут быть обострены, потому что я практически не ем сладкого. Я не ем никакие продукты, которые с добавлением там глутамата и прочего. То есть у меня вкусовые рецепторы сейчас работают, по идее, более или менее правильно, да, ничем не забиты. И я чувствую прям такой классный вкус. Мне понравился. И чувствуется, что даже это молоко сладкое в чистом виде. Но в составе, я смотрю, там сахар не указан. Но оно как будто бы сладкое. Интересно, конечно. С цикорием довольно-таки вкусно получается. Для меня сейчас это прям прекрасная альтернатива кофе. Понравилось. Могу сказать, что да, мне понравилось. Попробую еще гречишное или гречневое. Гречневое, наверное, да. Но могу посоветовать, девочки. Если у вас стоит проблема с непереносимостью лактозы, либо еще какими-то такими траблами, наподобие, как у меня, то попробуйте вот такое немолоко рисовое. Вполне приличное. Мне понравилось. Так, все. Давайте я сделаю себе приятную пятиминутку. Попью цикори с молочком. С вами на этом попрощаюсь. Пойду отредактирую вложек. И что? Мы с вами увидимся уже совсем скоро в ближайших видео. Благодарю за внимание. Желаю всего самого прекрасного. Люблю, целую. Пока-пока.